Привет! Вы на канале youtube.com slash утро волга. С вами Сергей Ревухин и рубрика поездатый формат. В ней мы учимся играть настолки, которые мы с легкостью можем взять с собой в поезд и разложить на вот этом маленьком столике в купе. Сегодня мы научимся играть в настольную игру Longhorn. Ее придумал Бруно Катало. И на русский язык название можно перевести как быки и ковбои. Это видно на коробке с игрой. Смотрите, вот ковбои, вот быки. Игра строго дуэльная, то есть она для двух игроков, которым уже исполнилось 8 лет и партия займет около 15 минут. Правила игры рассказывается очень быстро, но для начала небольшой обзор настольной игры Longhorn. 1870 год. Техас, прерии, стада быков. Новая порода длиннорогих быков из Мексики Longhorn становится все более популярной, но, увы, не только среди честных колбоев-фермеров, но и среди воров всех видов и мастей. В этой игре двое участников попробуют себя в роли самых опасных и знаменитых преступников Игла Перкинса и Джесси Артист Бирда. Их цель очень проста — украсть как можно больше быков, а возможно и несколько золотых самородков, или же избавиться от соперника, подставив его арест-шерифом. В коробку положили очень мало компонентов, но все они классные. И есть даже деревянные быки. Компоненты игры. 9 тайлов локаций. На каждом тайле есть иконка, обозначающая количество быков в данной локации на момент начала игры. И место, куда можно поместить свои жетоны действия. А это и есть 19 жетонов действия. Также в коробку положили два жетона разыскивается — wanted — по одному для каждого игрока. И один жетон преступника — одна сторона для игла, другая для Джесси. Ну и, конечно же, 36 деревянных фигурок быков — по 9 каждого из четырех цветов. Это та самая новая порода длиннорогих быков из Мексики — лонгхорн. В общем, как вы видите, все компоненты этой игры помещаются у меня на одной ладони. И аудитория моего канала — всего 3100 человек. Это не позволяет мне запустить челлендж «Игра на ладони». А так хотелось бы, но можно попробовать. Итак, сможешь ли ты сфотографировать, как ты положил на одну ладонь все компоненты своей любимой игры без коробки? В группе ВКонтакте «Настольные игры в Волгограде» опубликую эту фотографию с хэштегом «Игра на ладони». Попробуй поднять игру одной рукой без коробки. А теперь начинаем подготовку к игре. Игроки распределяют между собой роли двух преступников и берут соответствующие жетоны «Разыскивается». Перемешаете 9 тайлов локаций и разложите их в случайном порядке в форме четырехугольника 3х3 в центре стола. Перемешаете жетоны действия. Возьмите 9 случайных жетонов и поместите их на соответствующие места на 9 выложенных тайлах локаций. Оставшиеся жетоны в игре не участвуют. Важно! Если среди открытых жетонов есть жетон шерифа, его нужно поместить в локацию «Нагет Хилл». Если эта локация занята, поменяйте лежащий в ней жетон листами с жетоном шерифа. И еще раз напоминаю, оставшиеся жетоны в игре не участвуют, оставьте их в коробке. Теперь перемешайте фигурки быков и в случайном порядке разложите указанное число фигурок на каждом из тайлов локаций. Число быков на тайле указано в значке «Бычьей головы» на нем. Первый игрок определяется подбрасыванием жетона преступника. Чья сторона выпадет, тот и ходит первым. А его противник выбирает локацию, обязательно одну из тех, где находятся четыре быка, и помещает жетон этого преступника, то есть своего соперника, выпавший стороной вверх в эту локацию. Теперь мы можем начать игру «Лонг Хор». Жетон преступника показывает, чей сейчас ход. В свой ход преступник должен первое – украсть быков, и второе – передвинуть и перевернуть жетон преступника. Ну а теперь поподробнее об этих двух фазах. Первое – украсть быков. В локации, где находится жетон преступника, он крадет всех быков одного и только одного цвета на свой выбор. Фигурки украденных быков игрок кладет перед собой, формируя стадо, стоимость которого он подсчитает в конце игры. Если после кражи в локации не осталось ни одного быка, то к данному игроку обязательно применяется эффект жетона действия, расположенного в этой локации. Эффекты жетонов действия. Золотые слитки. Жетон кладется перед игроком и в конце игры приносит столько победных очков, сколько на нем указано – от 200 до 500 долларов. Клеймо. Сбросьте этот жетон и заберите всех быков одного выбранного вами цвета из соседней по горизонтали или вертикали локации, добавьте их к своему стаду. Если после этого новая локация тоже опустила, эффекты жетона действия не активируются, просто уберите его в коробку. Эпидемия. Сбросьте этот жетон. Уберите с поля всех быков одного любого цвета на ваш выбор. Все находящиеся в стадах быки этого цвета в конце игры не приносят победных очков. Шериф. Если вы берете этот жетон, то шериф вас арестовывает и вы немедленно проигрываете. Панацея дает вам право дополнительного хода. Сбросьте этот жетон и передвиньте жетон преступника по обычным правилам, но не переворачивайте его. Сейчас снова ваш ход. Засада. Сбросьте этот жетон и украдите у противника либо один из его золотых слитков, либо двух быков одного цвета. На ваш выбор. А эта гремучая змея вызывает панику в стаде. Сбросьте этот жетон, затем возьмите по одному быку каждого цвета из своего стада и расположите их в соседних по горизонтали или вертикали локациях на ваше усмотрение. Может получиться так, что вы положите всех быков в одну локацию. Это ваш выбор. Помните, из чего состоит ход в этой игре? Правильно. Сначала нужно украсть быков, а второе нужно передвинуть и перевернуть жетон преступника. Сейчас мы будем этому учиться. Игрок должен передвинуть жетон преступника в другую локацию на столько шагов, сколько быков он только что украл. Передвигать жетон можно по вертикали и по горизонтали. Нельзя двигаться на шаг вперед, а потом сразу на шаг назад между двумя локациями. Когда жетон передвинут, он переворачивается, таким образом ход передается противникам. Важно, если все локации, находящиеся на нужном расстоянии, уже опустили, игра заканчивается и происходит подсчет очков. Если на нужном расстоянии осталась хотя бы одна локация с быками, игрок должен передвинуть жетон в эту локацию или одну из таких локаций. В этом примере мы видим, как Игл Перкинс может выбрать, либо он крадет белого быка и тем самым завершает игру, поскольку все локации на расстоянии одного шага уже опустили, либо он крадет двух рыжих быков, и тогда его противник будет играть в локации Деджер Флэп, единственной локации с быками на расстоянии двух шагов. Особые характеристики опасных локаций. Локации с рыжими жетонами действия, гремучая змея или шериф, считаются опасными. Поэтому один и тот же игрок не должен два раза подряд играть в одной опасной локации, при условии, что существуют другие возможности. Пример. Игл Перкинс находится в локации Чироки Спринг. Он крадет серого быка и вынуждает Джесси Артист Бирда играть на Гетхилл. Джесси Артист Бирд крадет белого быка. Теперь ему нужно передвинуть жетон на один шаг, но он не может вернуться назад в Чироки Спринг, потому что это опасная локация. Поэтому он вынуждает Игла Перкинса играть в локации Маверик Джанкшин. Конец игры. Игра заканчивается в трех случаях. Первое. Если один из преступников активирует жетон шерифа, он немедленно проигрывает. Второе. Если игроку удается собрать 9 быков одного цвета, он немедленно побеждает в игре. Важно. Если игрок одновременно выполнил условие первое, то есть он активировал жетон шерифа, и второе, то есть он собрал 9 быков одного цвета, то действует условие первое. Он проигрывает, так как он активировал жетон шерифа, и тот его поймал. И, наконец, третье. Если все локации, куда только что укравших быков игрок может переместить жетон, локации на расстоянии равному числу украденных им быков опустили, в таком случае игроки подсчитывают стоимость своего стада и прибавляют стоимость полученных ими золотых слитков, побеждая тот, кто набрал больше победных очков. Стоимость стада. За каждого быка в вашем стаде вы получаете 100 долларов, умноженных на количество быков того же цвета, оставшихся на игровом поле. В этом примере мы видим, что каждый белый бык приносит вам 200 долларов, на поле остались два белых быка. Черные быки не приносят победных очков, потому что на поле не осталось черных быков. Серые приносят по 100 долларов, на поле остался всего лишь один серый бык, а каждый рыжий бык приносит 400 долларов, на поле осталось 4 рыжих быка. Также прибавляем к этой сумме золотые слитки и получаем финальный счет. Вот и все. Теперь вы умеете играть еще в одну игру, лонгхорн, быки и ковбой. В комментариях к этому видео можете также предложить несколько игр, которые бы вы взяли с собой в дорогу, в качестве поездатых игр, которые с легкостью раскладываются на маленьком столе в купе, но которые также занимают не очень много места в вашем багаже. Пишите. С вами был Сергей Анатольевич Лебухин и канал youtube.com.br Подписывайтесь на него, если вы еще это не сделали, и поставьте лайк. Лайк выглядит вот так. Субтитры сделал DimaTorzok